Электроснабжение районов Сочи, пострадавших от сильного паводка, восстановлено. Вновь работают сотни трансформаторных подстанций, от которых электричество поступает в жилые дома. Больницы и школы подключены к резервным источникам энергии. Обстановка в Сочи и пригородах стабилизируется. А сейчас у нас на прямой связи временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вениамин Иванович, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение, почему в Сочи все-таки возникла такая ситуация. Дело в том, что сегодня надо четко заметить, что в течение суток, двух суток выпала трехмесячная норма отстанков. Три месяца мы бы спокойно пережили эту ситуацию, но в течение двух суток пережить ее очень практически сложно. Дело в том, что ситуация осложняется тем, что сейчас тоже продолжается дождь и достаточно интенсивный дождь. Поэтому все сегодняшние наши действия, конечно, могут быть чуть-чуть, как бы я сказал, заторможены в силу того, что осадки продолжаются. Но вы абсолютно верно сегодня уже отмечали, отмечаете, что максимальное восстановление газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения в основных районах потопления восстановлены. До конца данного дня восстановление энергоснабжения, газоснабжения и водоснабжения будет в потопленных территориях восстановлено полностью. Для нас сегодня важно принципиально решить вопрос с оставшейся территорией потопления за поселок Мирный. Сегодня буквально сич, можно сказать, открытые люки, которые позволят нам запустить автоматический сброс воды. И это позволит сделать эту территорию возможной для того, чтобы люди начали сами убирать собственные дома и наводить в них просто порядок. То есть вернуться к обычной жизнедеятельности. Вы отметили о том, что осадки продолжаются. Что говорят синоптики? Есть ли вероятность того, что ситуация ухудшится? Прогнозы говорят, что осадки будут и завтра, и при том завтра они также пойдут с усилением. И в воскресный день, вторая половина дня тоже осадки с усилением, при том осадки распространяются на все побережье и по всему побережью. То есть попадает в зону максимальной планеты осадков, в том числе и Анапа, что для нас, конечно, является тревожным сигналом. Но погода есть погода. Мы максимально должны быть готовы к тому, чтобы все, что она нам принесет, мы могли максимально быстро локализовать. Не больше, не меньше. А вы готовы? Мы готовы. У нас достаточно как бы придано и федеральных средств и сил, то есть расширенная группировка МЧС России здесь находится. Стянуто максимальное количество техники для того, чтобы мы могли в целом локализовать любую ситуацию, которая возникнет на курорте Черноморском побережье Краснодарского окраина. А расскажите, пожалуйста, о том, что уже было сделано. Как вы оцениваете работу сотрудников МЧС и сколько людей эвакуировано из подтопленных районов? Значит, надо понимать, что разрушенных домолодений нету, поэтому люди эвакуируются как таковые, отказываются. Они поднимаются на второй этаж собственных домолодений, потому что вода зашла, и наша задача сделать так, чтобы она ушла. Кто согласился, эвакуируется их около 280 человек. Это в основном гости города Сочи. Они находятся в комфортных условиях, в санаториях, не санаториях, а в тех пансионатах и гости, где жили гости Сочи во время Олимпиады. Поэтому у них хорошие номера, они обеспечены питанием. Кроме того, те люди, которые отказались эвакуироваться, то есть им будет доставляться питание к домам посредством сухпайков и иных вариантов, по большому счету, которые возможно транспортировать к их домам. Вот только что сообщили о том, что 14 комиссий ведут подсчет материального ущерба в районах Сочи. А по вашим оценкам, каким может быть этот ущерб? Ну, давайте четко понимать, что сегодня мы получим точную цифру только по итогам подворового обхода. Он сейчас проводится 14 комиссий. Надо понимать, что еще раз предварительно мы фиксируем, что разрушений домов нет, что для нас принципиально важно. И слава богу, речь идет о компенсационных выплатах от 10 тысяч едновременных, 50 тысяч за частичную утрату имущества, нижнего имущества и 100 тысяч, если полная утрата имущества. Поэтому давайте исходить из того, что семья 2-3 человека. Изначально 750 предварительно домовладений у нас подтоплено. То есть цифру 750 надо умножить, ну, примерно 750 домовладений у нас, 750 умножить на 3. Ну, 110 умножить на 3. Сколько будет? Ну, примерно 330 миллионов. 330 миллионов примерно. То есть это предварительный ущерб, который принесла нам стихия и вот те компенсационные выплаты, которые нам необходимо будет сделать. Ну что ж, успехов вам в борьбе со стихией. Я напомню, что на наши вопросы отвечал временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ну, а сейчас на прямую связь из Сочи выходит наш корреспондент Александр Руденко. Александр, здравствуйте. Где вы сейчас находитесь и какова сейчас там ситуация? Да, Наиля, здравствуйте. Ну, находимся мы сейчас на самом проблемном участке. Это поселок Мирный. Это, наверное, единственный поселок на сегодня в Сочи, в котором вода не ушла, ну, примерно около 30 сантиметров. Сейчас работают водооткачивающие машины пожарные. В течение всей ночи вода постепенно уходила. Люди говорят, что ситуация нормализуется, стабилизируется в Сочи. Погода здесь очень переменчивая. Вот утром буквально начало светиться, начало распогаживаться, начало светить солнышко. Вот сейчас опять идёт обильный дождь. Хочу сказать, что в течение всей ночи спасательные службы работали на городских улицах. ГАИ, коммунальщики убирали деревья. Кроме того, очень много было машин, которые ушли за время потопа под воду. Буквально через каждые 5 метров автомобили эвакуаторы их в течение ночи убирали. Кроме того, приехали сюда, в Краснодар, около полутора тысяч различных служб, в том числе из Белореченска, Новороссийска, Геленджика. Люди, которые оказались в зоне эвакуации, которых эвакуировали, их несколько сотен. Их разместили в гостиницах, трёхзвёздочных гостиницах. Вполне комфортные условия. Сейчас они постепенно возвращаются в свои дома, оценивают ущерб. Я предлагаю послушать сейчас комментарий одного из руководителей регионального управления МЧС. Вот, что он сказал о ситуации на данный момент. В настоящее время обстановка стабилизировалась. Осадки прекратились. Уровни рек вошли в свои естественные русла. Железнодорожный вокзал станции Адлер и аэропорт Адлер работают в штатном режиме. Задержек по прилёту, улёту и движению поездов нет. Ну, на данный момент также восстановлено авиасообщение. Аэропорт работает в штатном режиме. Самолёты и приземляются, и взлетают. Удалось реанимировать и железнодорожное сообщение. Сейчас поезда пытаются сбились из графика и пытаются нагнать время. В общем, синоптики прогнозируют улучшение погоды в ближайшее время. Мы надеемся, что вода на всех улицах спадёт. И ситуация стабилизируется, и курорт заработает в полную силу. Александр, спасибо. Из Сочи был наш корреспондент Александр Руденко.